Здравствуйте, дорогие мои, кто уже присоединился. Сейчас мы подождем немножко других людей и продолжим наш вебинар по введению в то, как работать с главными эволюционными треками человечества. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, уже многие присоединились к нашему вебинару. Как вы помните, в предшествующих вебинарах я давал обзор главным программам, тем, что я занимаюсь всю свою жизнь, тем, что пришло через меня в этот мир, проводником чего я являюсь. И я сейчас дам краткий обзор, пока вы собираетесь. Всем привет большой, привет-привет. Те, кто присоединяется к нам, я вижу в Инстаграме больше. Я веду трансляцию одновременно и через Инстаграм, и через Фейсбук, через канал транспорционального проекта. Мне сказали, что это более правильно, потому что многим людям удобнее смотреть трансляции через Инстаграм, хотя там они всего лишь около суток сохраняются, а затем стираются. Но, тем не менее, всегда есть возможность посмотреть пропущенную трансляцию, которая сохранилась в Фейсбуке. Итак, я давал введение в таких обзорных вебинарах в то, каким будут программы мои онлайн-обучения. Первая программа «Транспорциональный проект» — это большая история того, что такое транспорциональная ориентация как в современной культуре, так в современной философии, так и в жизни. И для того, чтобы что-то понять, нужно посмотреть на это с птичьего полета, издалека, из космоса. И вот такой взгляд я и предлагаю на феномен транспорциональной психологии и также на главные школы транспорционального или в более широком смысле духовно ориентированного направления в современной гуманитаристике, таких как традиционный классический транспорциональный подход, связанный с именем Станислава Грофа, интегральный подход Кена Вилбера, процессуальный подход Минделов, эссалендская программа возможностей человека Майкла Мёрфи, учение о семидуховных практиках Роджела Уолша, шамановедение Майкла Харнера и выдающихся российских исследователей шаманизма и так далее. Вторая программа обучения связана с дыханием, не только с холотропным дыханием, но и с тем, что я называю сутью дыхания, пневмосинтезом, серединным путем дыхания. У нас есть различные возможности использовать дыхание, но прежде всего дыхание конгениально, единосущно нашему сознанию и нашей энергии. Собственно говоря, один и тот же функциональный инструмент дыхания используется и для энергизации организма, и для зарядки митохондрии, и на этой энергии мы живем, мы работаем, мы мыслим, мы совершаем духовные прорывы, а также дыхание сокровенным образом связано с речью, с языком, с сознанием, с коммуникацией. В каком-то смысле, вот в данный момент, прямо сейчас я выдыхаю себя в вас, и это всегда взаимный процесс. Я вдыхаю то, что выдыхаете вы в космос, в пространство другого человека. Водушевление, вдохновение. В русском языке все эти слова через историю языка, через этимологию подсказывают глубинную связь дыхания, энергии, жизни, сознания, духа. И несмотря на это основополагающее единство, дыхание разодрано на различные методы, способы, школы, классы, и я предлагаю обновленный взгляд на работу с дыханием, исходящих из понимания серединного пути дыхания пневмосинтеза. И в этом плече я также пересматриваю фундаментальную работу и с холотропным дыханием, методом прекраснейшим, конгениальным, который был представлен в наше время, в нашей человеческой культуре Станиславом Кристины Гров. Третья серия бесед, третий цикл вебинара связан с психотерапией, но в особом ключе. Я поделюсь своим исследованием древних практик заботы о душе. Я расскажу вам о том, чем была психотерапия в древнейшие годы истории человечества и как мы можем использовать 12 древних практик заботы о душе в наше время. Как оказалось, эти древние практики заботы о душе чрезвычайно эффективны, если применять их современным образом. Более того, в отличие от многих современных школ психотерапии, эти практики изучить, освоить для себя гораздо легче, и они помогают нам быть психотерапевтом для самого себя. И мне кажется, это очень важный навык, сам себе психотерапевт. Это своего рода девиз третьего вебинара. Наконец, четвертый цикл, четвертый вебинар называется «Система эволюционной навигации» или просто коротко «Эволюционный навигатор». И он связан с моим пересмотром древних эволюционных практик развития. Я существенно дополнил древние навигационные системы, связанные с шаманизмом, с язычеством, с мировыми духовными традициями, и включил туда все главные открытия человечества. Поэтому мы можем использовать этот навигатор для собственного развития, для развития своих проектов, для развития бизнеса, для творчества. Словом, каждый найдет здесь то, что важно для него. На эту тему вышел мой недавний фильм, который называется «Инструменты эволюции». И в сентябре прошлого года Европейская транспарсональная ассоциация провела конференцию в Санкт-Петербурге тоже на эту тему. Наконец, тема пятой серии вебинаров. Это действительно целая серия вебинаров связана с наиболее эффективными путями, способами, методами развития, эволюции. И в этой пятой серии я поделюсь своим опытом исследования и работы в самых продуктивных, самых главных, самых востребованных навигационных треках, так я это называю. И я вот сейчас набросал, когда я сделал обзор для себя этой темы, 25 самых-самых-самых-самых интересных, распространенных, важных навигационных треков. Многими из них я занимаюсь по много лет, порой даже больше 20 лет. Некоторыми из них я занимаюсь. Некоторые для меня относительно новые. Я занимаюсь последние 2-3 года. И некоторые я еще не... Я опробирую их сам, но до конца я и не исследовал. Но мне они, кажется, очень и очень важными. Итак, что это за навигационные треки? Вернее, эволюционные треки, извините за оговорку. Они связаны с практическим применением эволюционной навигации. Вот этих базовых навыков эволюционера, о которых идет речь в четвертом вебинаре, в четвертых курсах. Здесь, в пятых курсах, мы уже конкретно применяем систему эволюционной навигации в жизни. В тех направлениях, которые наиболее успешны. Об этом говорит опыт человечества. Итак, первый навигационный трек – это «Путешествие героя» как эволюционная практика. Я уже касался этой темы, «Путешествие героя», и когда говорил об изначальной психотерапии, потому что героизм – это и есть один из модальностей изначальной психотерапии. Героизм – это лекарство для души. С помощью героизма мы преодолеваем проблемы, препятствия, исцеляемся. Без героизма невозможны никакие проекты, никакое осуществление, никакая реализация. Героизмом пронизаны все измерения нашей жизни. И я говорил вам, что мне пришлось пересмотреть традиционное представление о героизме, внесенное в наше время, в нашу культуру великим исследователем мифологии Джосефом Кэмпеллом. В 1949 году он опубликовал книгу «Путешествие героя». И эта книга была долгое время малоизвестной, то есть известной только гуманитариям, до тех пор, пока ею не воспользовался молодой, очень талантливый кинорежиссер Джордж Лукас. И она стала его путеводной книгой в создании первой серии «Звездных войн». Фильм стал бестселлером. Лукас подружился с Кэмпеллом. Кэмпелл стал жить на ранчо «Скайуокер Джорджа Лукас», окруженный голливудскими режиссерами-звездами. И вот так вот постепенно представление о Кэмпелла, о путешествии героя, глубинной структуре восприятия, попадание в которую гарантирует интерес, гарантирует востребованность, гарантирует зрительский успех. Постепенно «Путешествие героя» стало стандартом не только в киноделе, но и в массовой культуре, в написании сценариев, в написании романов, в подготовке телепрограмм. Если ты хочешь быть замеченным, если ты хочешь быть успешным, то твоя история должна следовать классическому канону, потому что так работает человеческая психика. И вот краткое резюме того, почему «Путешествие героя» стало стандартом в деле подготовки романов, спектаклей, пьесов, кинофильмов, телепрограмм и так далее. Я обнаружил, что там, где Джозеф Кэмпелл и массовая культура видит одно «Путешествие героя», на самом деле существует шесть «Путешествий героя», связанных, конечно, как вы сами понимаете, прослушав мой предыдущий вебинар, шестью главными аспектами человеческой ситуации. И уплощение всей человеческой жизни до только одного по умолчанию мифического героического путешествия создает, конечно, достаточно плоскую картинку по сравнению с реальным богатством того, кто мы есть и как мы движемся, развиваемся, каково реальное наполнение мотивы нашей жизни, те задачи, которые мы решаем. Поэтому следование более реальной, шестимерной карте героического путешествия, прохождение шести героических путешествий, мне кажется, это чрезвычайно важный новый шаг как для себя, так и для культуры. И поэтому мы будем изучать вот этот важнейший эволюционный трек. И он может быть полезен не только каждому человеку в его новом углубленном понимании, что такое героизм, что такое путешествие героя, что такая моя жизнь как героическое путешествие, но он особенно важен тем людям, которые творят, которые пишут пьесы, спектакли, романы, киносценарии, которые создают. И важность состоит в том, что новое расширенное понимание путешествия героя является предохранителем, является гарантией того, что наше произведение не будет редуцированной версией человеческой жизни. Следующий эволюционный трек напрямую связан с творчеством и с тем, как мы можем расчистить пути к своему собственному творчеству. Я занимаюсь тоже этой темой очень давно, и вы можете найти и мои публикации на эту тему, и в интернете много моих видео и материалов на эту тему. Мы проводили конференции, я проводил большие недельные семинары на эту тему, тема знаковая, тема важная, тема многократно поднимаемая в культуре – безумие и творчество. Вот эта волшебная магическая связь. И в современную культуру она вошла с легкой руки в одноименной книге итальянского психиатра Чезара Ламброза, который исследовал жизнь творцов и обнаружил, что в их жизни связь безумия и творчество очень близка. И я обнаружил, что обычными способами исследовать эту тему невозможно. По той простой причине, что, во-первых, наше современное понимание того, что такое безумие, безумие насквозь искорежено, пронизано и трансформировано современной психиатрией, то есть психиатрическим пониманием безумия, поэтому оно как бы по умолчанию подозрительно, по умолчанию патологично, по умолчанию медикаментозно. И, тем не менее, нам необходимо познать безумие, потому что, если безумие не поздно, то страх перед собственным безумием является самой мощной преградой к высвобождению своего творца. Безумие напоминает творчество, а творчество подобно безумию. Все дело в том, что безумие это одна из ярких, экстремальных форм измененного состояния сознания. Творчество тоже сокровенным образом связано с измененными состояниями сознания, потому что для того, чтобы новое пришло в нас, мы должны измениться, мы должны открыться, мы должны сами стать другими, для того, чтобы другое и новое пришло в нас. То есть творчество происходит в форме необычных или измененных состояний сознания. И если у нас нет глубинного личного понимания измененных состояний сознания, если у нас нет опыта работы с измененными состояниями сознания, то у нас происходит самоблокировка творчества и творческих актов. Но обычное, лобовое изучение безумия и измененных в состоянии сознания непродуктивно. Во-первых, потому что на этом пути мы оказываемся в ловушках культурного и интеллектуального понимания безумия. И, во-вторых, мы не можем войти в мир безумия осознанно. Мы не можем, говоря по-простому, сойти с ума и войти в сознание. И поэтому мы боимся, мы блокируем, и мы по-настоящему не знакомы с этим миром. Я предлагаю следующую стратегию. Во-первых, внимательное исследование истории безумия в современной культуре, начиная с первобытного периода, периода древних греков, через Средневековье к настоящему. То есть история безумия, история человеческого безумия. Когда у нас есть глубокое понимание генеалогии безумия, мы можем также обратиться к тому языку, который возник и сформировался до возникновения современной психиатрии. То есть до середины XIX века. И для тех людей, для кого родной язык русский, это прежде всего словарь Владимира Ивановича Даля, который я использую в качестве основного источника, наряду с некоторыми другими словарями древнерусского и церковнославянского языка, для понимания того, что такое безумие, что такое дурак в истории русской культуры. И здесь нас ждет немало замечательных открытий и сюрпризов. Как результат, мы составляем современный словарь безумия, основанный на современном живом языке. Ну, в настоящее время у меня 28 категорий в этом словаре безумия. И он представлен где-то, я думаю, что порядка 500 слов там уже есть, которые не психиатрические, которые не огораживают норму от того, что ненормально, от того, что патологично. Мы, конечно же, глубоко исследуем в этом курсе и то, что такое норма, что такое нормализация, как она формируется и так далее. Очень важен также для глубинного понимания безумия, его связи с творческим, ну, такой глубокий метафорический символический уровень работы. И для нас сквозной метафорой вот в этом эволюционном треке является, ну, во-первых, метафора корабля дураков. Корабли дураков были обычной практикой в европейском Средневековье. На них из тюрем, где тогда тоже содержались безумцы при переполнении тюмер тюрем, безумцы помещались на корабль без капитана, без команды и направлялись в открытое море навстречу неведомому. Вот эта метафора корабля дураков, когда мы плывем навстречу неведомому и познаем, она является одним из ключевых метафор для этого курса. Кроме того, чрезвычайно важен личный опыт, то есть моя встреча с безумием, безумцы ненормальные, которых я встречал в жизни, мое безумие, моя ненормальность. И домашняя работа, связанная с воспоминанием и переработкой собственного опыта ненормальности и безумия. Как результат, мы протаптываем в этом веб-курсе коммуникативные тропы в безумии и обратно. И во время оффлайн-семинара, а каждый онлайн-курс мой, который я даю, он также дополняется живым семинаром. Это обязательно для того, чтобы получить свидетельство о закончании веб-курса. И вот во время оффлайн-семинара мы закрепим важнейшие темы, связанные с безумием и творчеством. Я провожу семинары, конференции в разных форматах, одно, двух, пяти, семидневных на эту тему на протяжении последних 20 лет. И результаты впечатляющие. После каждого семинара это новый уровень творчества, новый уровень глубины, новая свобода, снятие очень многих страхов, связанных с творчеством. Люди спонтанно начинают творить и следуют велению своей собственной душе. Третий эволюционный трек связан с нашей глубинной историей, шаманизмом, шаманскими практиками. И в этом эволюционном треке я расскажу вам о сути шаманизма, о важнейших шаманских практиках, о том, как мы можем практиковать шаманские инструменты эволюции в наше время. В значительной степени этот курс, этот вебинар связан с моим многолетним, несколько, больше двух десятков лет я изучаю мировой шаманизм. На практике я присутствовал на шаманских церемониях, ритуалах с шаманами на многих континентах мировых и изучал, конечно, теорию шаманизма. Работал с выдающимися шаманами. И вот в этом вебинаре, часть которого также будет и оффлайн, практичный, на практическом семинаре, мы с вами изучим основные шаманские техники, которые мы можем применять в современной жизни. То есть как быть современным человеком и в то же время использовать дары шаманизма, особенно если мы живем в мегаполисе. Ну, естественно, логически в истории человечества шаманские практики сменились языческими практиками. И если шаманизм начался где-то 50 тысяч лет назад, то примерно 10 тысяч лет назад первоначально, судя по всем имеющимся данным, это произошло на территории Междуречи, между Тигром и Ефратом. Там возникли древнейшие языческие цивилизации, храмы, боги. И дальше больше это стало проявляться и на всех других континентах, во всех других культурах. Период язычества тоже очень долгий, несколько тысяч лет натуральное язычество. И мы с вами посмотрим, как контакт с Высшим через Боги дает нам силу, дает нам ресурсы в нашей современной жизни. Ну, некоторым из вас вполне возможно известна работа Джин Шинодэ Булин, богиня в каждой женщине, бог в каждом мужчине. Это один из важных источников этой работы. Ну, также глубинное знание язычества, в том числе славянского язычества и славянской мифологии. Следующий эволюционный трек связан с одной из важнейших проблем, мешающих нам порой развиваться. И это проблема зависимости. Это то, что ограничивает нас больше всего. Я уже говорил, что в персональном измерении самая главная человеческая проблема – это ограниченность. То есть мир нашего «я» ограничен. На простом языке это называется эгоизмом. И эгоизм возможен, потому что мы имеем биологическую историю. Во-вторых, потому что мы отождествляемся с наличным восприятием, с наличным бытием и утрачиваем связь с бесконечностью. И вот на этом семинаре мы глубоко исследуем бытийственные, можно сказать, философско-антропологические корни всех наших зависимостей. Но иногда я выражаю это в достаточно парадоксальной или шутливой форме. Вы можете посмотреть, в интернете, в YouTube есть моя беседа на эту тему, озаглавленная. Если вы думаете, что вы не наркоман, то, скорее всего, вы ошибаетесь. Где я исследую тотальный характер зависимости? Нет независимых людей. Каждый от чего-то зависит. Просто у некоторых из нас зависимости более вредоносны, причиняют гораздо больший вред нашему телу, нашей энергии и нашей душе. А другие зависимости менее вредны или некоторые даже благотворны и могут быть на каком-то этапе также частью нашего развития, частью эволюционного драйва. И вот глубоко исследуя природу человеческой зависимости, созависимости, химической зависимости, пищевой зависимости, зависимости в отношениях, зависимости от разного рода увлечений и даже духовной зависимости, мы с вами посмотрим, как мы можем работать с этой ситуацией. Какие противоядия существуют, открытые в истории человечества для этой ситуации. И как мы можем трансформировать зависимости в интенсивное развитие. Оказывается, это возможно. И в каждой зависимости существует очень богатый эволюционный потенциал. Так что вот это главная тема этого эволюционного трека, эволюционная работа с зависимостями. Ну, забота о душе, которая является в третьем вебинаре большой темой, и мы с вами исследуем 12 древних практик о душе, в то же время может быть рассмотрена как очень важный эволюционный трек. Это связано с тем, что согласно всей массе наиболее авторитетных исследований, интегральных, транспорциональных, процессуальных и вообще в целом духовно ориентированных, для современного человека, который ищет высшую духовную реализацию, следует пути духовной традиции, оказывается быстрое развитие, духовное развитие, без решения психологических проблем, без глубокой психотерапевтической работы невозможно. И это позволяет нам новое отношение к психотерапии как важнейшей эволюционной практике. И здесь мы будем рассматривать психотерапию в широком смысле прежде всего как инструмент, который помогает нам развиваться. Это тема вот этого особого эволюционного трека. Итак, я дал вам обзор шести эволюционных треков, а их, напомню вам, я пока насчитал 25. И более чем с половиной этих эволюционных треков я достаточно долгое время работал, давал семинары, писал статьи, применял в собственной жизни. Так что у меня есть немалый опыт в этом отношении. Сейчас, извините, я посмотрю, что у меня там. Вот так, помахать, помахать, помахать. Я пытаюсь смотреть, приветствую вас тем, кто смотрит меня через телефон, через Инстаграм и через компьютер. У меня связь с Фейсбуком, вопросы. Спасибо, Саша Странник, который тоже очень внимательно смотрит то, что делаю и я. И я внимательно смотрю и радуюсь его потрясающим успехам, его вебинарам, его курсам. Спасибо, Саша. Гали Хасанов тоже присоединился. Привет, мой дорогой друг из Татарстана. Очень старый, давний друг Евгений Левчук. Наиля Хасанова, приветствую, дорогая. Давненько я не была в Казани, не вел семинары, но, видимо, в следующий раз буду уже как часть онлайн обучения. То есть это будут интенсивные четырехдневники пока по предварительной договоренности. Первые два дня это только для тех, кто на онлайн курсе, а вторые два дня, суббота, воскресенье, для тех, кто просто хочет присоединиться на наш семинар и пройти сессию пневмосинтеза интенсивного дыхания. Вот такое пока у нас рабочее видение. Я консультируюсь с своими организаторами на местах. Это, как правило, мои старые друзья и ученики. Некоторые закончили под моим руководством, такие как, например, Любовь и Саша Жвакиной из Ижевска, программа «Групп Трансперсал Тренинг». Скажем, Марс Сары, организатор этой программы и семинаров из Казани, закончил под моей супервизией программу Европейского трансперсонального психотерапевта. У него уже есть сертификат по трансперсональной психотерапии от Европейской трансперсональной ассоциации. То есть я много-много лет знаю этих достойных мастеров, сотрудничаю с ними. Александр Жвакин и Марс Сары к тому же являются членами президиума нашей ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии. Так что на местах тоже очень опытные эксперты. И я планирую приезжать на места в регионы, в те места, которые будут являться центрами онлайн-программ дважды в год, чаще не получится. А в оставшееся время у сертифицированных, у полномоченных региональных лидеров вы сможете проходить практику по теме вебинаров. И в совокупности вебинары, теории упражнений, домашняя работа, офлайн-интенсивы, которые я буду давать, и также практика, даваемая местными мастерами, и будут составлять весь объем работы в курсах. Итак, следующая тема, я вот смотрю на список, она называется у меня «Эволюционная формула счастья». Да, то есть это счастье как важнейший эволюционный трек. Как быть счастливым, как обрести счастье, формула счастья, те препятствия, которые есть у нас к счастью, к счастливой жизни, к реализации. Вот это главная тема. Я ввел несколько раз семинары на эту тему, очень успешные, и это также были темы вебинара. Следующая особая, очень важная тема – работа с негативными эмоциями, как эволюционная практика. Ну, нет необходимости прояснять всем вам колоссальную важность понимания и работы с эмоциями, особенно негативными эмоциями. У меня есть такая метафора, что через негативные эмоции мы сливаем всю свободную энергию в канализацию бессознательного. Мы действительно теряем энергию через негативные эмоции. И недаром во всех мировых религиях, во всех духовных традициях работа со страстями, с омрачениями, с негативными эмоциями составляет ядро и костяк работы, особенно на начальном периоде. Ну, вспомним невидимую брань в христианстве, вспомним работу с страстями в тибетском буддизме, в суфизме и так далее. И мы с вами рассмотрим, во-первых, опыт работы с негативными состояниями, эмоциональными состояниями в важнейших мировых духовных традициях, современное понимание, транспарциональное понимание того, что такое негативные эмоции. И приобретем некоторые важнейшие навыки, которые позволят нам реально работать с негативными эмоциями. Здесь нам необходимо существенное продвижение в шкалировании, тонком шкалировании всех эмоциональных состояний, потому что без этого у нас не будет необходимого пространства работы. И это тоже очень важный шаг в этом направлении. Следующий вебинар – это работа с психодуховным кризисом и кризисом средних лет. Я тоже проводил достаточно много за свою жизнь семинаров на эту тему. И это важнейшая тема в современной психологии. Карл Густав Юнг этим занимался. Работу с психодуховным кризисом конкретно в транспарциональную психологию ввели Станислав и Кристина Гроф. На их открытиях основана новая классификация психиатрических заболеваний в западных странах. И мы, во-первых, рассмотрим грофские открытия, юнговские открытия, открытия некоторых других лидеров глубинной психологии, особенно в инстанциально-финологических лидерах. И я также покажу, как мы можем работать с психодуховным кризисом на основе эволюционной навигации и как мы можем использовать эти кризисы как инструменты эволюции и работать продуктивно, используя древнее наблюдение там, где опасность, там и спасение. Кстати, только что Арнольд Минделл, который скоро приезжает, как вы, наверное, знаете, 20-21 апреля будет семинар Арни и Эми Минделл по самым последним открытиям процессуальной работы. И, кстати, вот к этому семинару выходят три новые книжки Минделлов, никогда раньше не издававшихся у нас. Это книжка Эми Минделл «Сновидение. Я как источник творчества». Потрясающая тема, потрясающая глубина, интересная всем и очень полезная всем. И две новые книжки Арнольда Минделла. Книжка 2017 года «Конфликты» и книжка 2019 года, она только-только вышла, и мы ее уже отправили в типографию, к семинару она будет напечатана. Это второй тренинг лидера. Ну, на техническом языке, второй тренинг на техническом языке процессуальной работы – это обучение у жизни. А по сути это то же самое, что наиболее интересно мне – жизнь как эволюционная практика, обучение у жизни. Как стать мастером жизни. Вот о чем эта книга. И это своего рода итог процессуальных открытий, процессуальной работы. И то, что интересует Арнольда Минделла сейчас больше всего. Потрясающе, замечательно. И мы также будем использовать их открытия для понимания, глубинного понимания эволюционной работы с психо-духовным кризисом. Свыше двух десятков лет я профессионально работаю с музыкой, как музыкальный терапевт, и также с музыкой, как инструментом эволюции. И вот в этом тематическом вебинаре «Эволюционная работа с музыкой» – это десятый вебинар. Я поделюсь всем своим опытом в этом направлении. Ну, одиннадцатый вебинар – это эволюционная работа со стрессом и жизненными затруднениями. Но как же без этого? Как прожить без стресса? Как прожить без напряжения? Как прожить без того, чтобы не набирать напряжение, конфликты, противоречия? И, оказывается, эволюционная навигация дает новые, более прагматичные, более конкретные ключи для работы со стрессом. Двенадцатый вебинар называется «Эволюционный коучинг». Духовность и бизнес, поля, ресурсы, принципы. Система эволюционной навигации универсальна. Она имеет персональные измерения, она имеет психотерапевтические измерения, и, конечно же, она имеет бизнес-измерения. Она имеет коучинговское применение, потому что это большая рамка, большие знания. И я также имею уже немалый опыт консультирования и преподавания частного системы эволюционной навигации в качестве коучинга. И в этом вебинаре я расскажу самую суть, поделюсь и дам упражнения для развития основных навыков эволюционного коучинга. Ну, естественно, дыхание как эволюционная практика. Да, я часто достаточно веду семинары на эту тему. Дыхание как эволюционная практика. В частности, холотропное дыхание как эволюционная практика. Следующая важная тема называется у меня «Практики бесконечности, которые делают нас людьми». Совсем недавно со своими студентами из Московского института психоанализа я провел семинар, оффлайн-семинар на эту тему. И мы изучали 10 практик бесконечности, которые делают нас людьми. Ну, эта тема возникла у меня как результат пятилетней работы над фильмом «Танец бесконечности». Когда, наконец-то, фильм был смонтирован, я стал кое-что понимать глубже. И как сухой остаток возникло ясное, как дар просто понимания 10 практик бесконечности. И я буду и на сущностном уровне, и на конкретном делиться своими знаниями, как восстанавливать нашу связь с бесконечностью. Наиболее опробированные, наиболее хорошо работающие мировые практики. Ну, особое внимание я уделю катализаторам и инструментам эволюции. Катализаторы – важнейшая вещь в развитии, ускорители развития. И в этом вебинаре мы сосредоточимся, и я научу самым эффективным способом работы с ускорителями развития. Дальше тема, тоже очень важная, любовь как эволюционная практика. Я совсем недавно провел вебинар с Анатолием Боляевым. Совсем недавно, конкретно в 12 часов сегодня. Вы скоро в Фейсбуке, в интернете сможете послушать этот вебинар. И там мы говорили об отношениях к эволюционной практике. В более широком контексте, как все человеческие отношения являются эволюционной практикой. Здесь мы сосредоточимся на важнейшем отношении между мужчиной и женщиной, которая носит замечательное имя «Любовь». Следующий эволюционный трек – «Театр как эволюционная практика» или «Магический театр сознания как эволюционная практика». Поверьте, мне тоже есть здесь сказать и поделиться чем-то очень важным. С Вадимом Вимчогом мы проводили большой семинар шестидневный на эту тему. Следующий эволюционный трек – «Кино как эволюционная практика». Как режиссер, который считает себя основателем эволюционного кинематографа, три моих фильма, а не эволюционных фильмов, и воплощает мои открытия, я поделюсь своими открытиями в этой области. Более широко не только кино, но вообще все искусство как эволюционная практика. Это тоже одно из моих озарений, связанных с открытием системы эволюционной навигации. Искусство является самым мощным инструментом эволюции. И я покажу, как конкретно искусство, красота спасает мир, спасает человека, развивает нас. И как мы можем раскрыть своего художника? Почему у нас нет другого выхода, как стать гениальным художником, гениальным артистом, реализовать себя через творчество? Процессуальная работа, как эволюционная практика. Измененное состояние сознания, как эволюционная практика. Это тема других вебинаров. Дыхание-синестезия – ключ к языку творцов. Я изобрел дыхание-синестезия много лет назад. И впервые провел процесс дыхания-синестезия в 1996 году. С тех пор более или менее регулярно стараюсь раз в год проводить его. И это дыхание-синестезия – отчасти теоретический вебинар. Он будет коротким. В большей степени это, конечно, практика. Я обязательно буду проводить на местах, где буду проводить оффлайн-семинары, дыхание-синестезия. Потому что это своего рода пропуск в мир творчества, который каждый может пережить. Вот неполный список. Я не буду оглашать весь список. Вы узнаете его скоро в интернете, когда будет подробный анонс всех вебинаров, всей моей программы. Посмотрим, что у нас. Есть ли какие-то вопросы. Вопросов здесь я вроде бы не вижу. Саша Странник спрашивает о том, как стать сертифицированным терапевтом в Европе. Саша, самый простой способ – это можно через мои вебинары, которые будут засчитываться, как часы, которые вы получаете в этой программе. Я, как сертифицированный преподаватель европейской программы по транспарсональной психотерапии, могу давать эти часы. Так что можно и в этом формате получать. Кроме того, у нас есть договоренность с Институтом интегративной психологии и психотерапии. И поэтому за каждый завершенный вебинар вы будете получать свидетельства государственного образца в окончании от уважаемого Института. Эти свидетельства признаются в России. А те, кто закончил по объему дипломную программу, то есть набрал несколько вебинаров, или вот в пятом вебинаре будет множество эволюционных треков, ну, по сути, это каждый самостоятельный вебинар, то возможно будет также и прохождение программы диплома и получение диплома о дополнительном образовании по совокупности пройденных онлайн и офлайн курсов и домашней работы. Так что здесь тоже достаточно комфортно, удобно будет для тех, кто обучается у нас. Я думаю, что будут студенты не только, русскоязычные студенты не только из России, но и из других стран, где есть наши соотечественники и русскоязычные. Так что работа будет очень интересной, насыщенной, и я надеюсь, что с начала лета все уже пойдет в эфир. Сейчас идет интенсивный период подготовки. Некоторые из вас, наверное, знают, что через два дня я улетаю в США. В Калифорнии будет конференция в честь 50-летия транспарсональной психологии. Соберутся многие из героев моих фильмов. Я надеюсь снять еще несколько интервью. У меня есть два следующих первоочередных фильмов, для которых мне нужен новый материал. И я знаю, о чем мне нужно будет поговорить и с Джимом Фэйдиманом, и с Роджером Волшем, и с другими замечательными пионерами транспарсональной психологии, которых я встречу на конференции. Также будет американская премьера моих новых фильмов в нескольких местах в Сан-Франциско, в частности, в Калифорнийском институте интегральных исследований в Сан-Франциско. Грофтам профессор, там 9 апреля будет премьера. На конференции фильмы будут показаны. Ну и, может быть, где-то еще. Я сейчас ищу следующих возможностей. Вот такова ситуация. Приветствую вас еще раз всех. Так, вроде бы я сказал все, что хотел, ответил на вопросы. Спасибо вам за ваше внимание, за ваш интерес, потому что это и есть вот та сила, которая помогает мне формулировать, находить, которая делает меня каналом и порталом. Все, что я знаю, я знаю благодаря вам. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.